добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль toyota rf4 2011 года 2 литра бензин на вариаторе почистим на нем заслон дроссельную заслонку сейчас снимем ее и сразу попробуем ее адаптировать по оборотам для этого мы вверху здесь вот снимем на двигателе крышку отключим патрубок и там уже будем смотреть как подобраться до заслонки и в процессе уже будем разбирать и смотреть пробег на автомобиле где-то 92 там с копейками тысяч когда соберем заведем посмотрим и на спидометре будет видно какой пробег приступаем ну что снимаем снимаем минусовую клемму аккумулятора снимаем нашу гофру воздуховода сверху мы откручиваем хомута снизу мы снимаем сжимаем здесь получается он фиксирующий до хомут фиксирующий у нас сильно излом патрубка не делаем потому что можно порвать его они застывают вот и хомут зафиксировался вот этот фиксатор не запускается и фиксируется вот он наша дроссельная заслонка здесь подводятся два патрубка с тасолом поэтому сразу берем болты м10 снимем один патрубок заткнем и с ними второй патрубок заткнем добираемся до патрубков снимаем один хомут в сторону и снимаем второй хомут тоже отводим его в сторону немножко расшевеливаем хомуты не хомуты а шланги на штуцерах немножко антифриза все равно у нас чуть-чуть потеряется затыкаем здесь болт и затыкаем второй шланг оба шланга мы сняли и заткнули теперь берем головку на 10 и откручиваем здесь две гайки я их ослабил одна сверху одна снизу по диагонали и два болта и вот два болта также по диагонали снимаем вторую гайку снимаем вторую гайку у нас остается разъем проводки закрытым пыльником сейчас посмотрим где там у него фиксатор разожмем фиксатор и отключим его вот он наша дроссельная заслоночка давай давай родная а вот под резиночкой нащупал и снимаем вот здесь под резиночкой сзади фиксатор его нажимаем и снимаем теперь мы уже можем со шпилек снять дроссельную заслонку ну в принципе она не такая уж сильно грязная но хозяин сказал надо мыть моем ну что моем очиститель карбюратора и дроссельной заслонки фирмы я использую недорогой по качеству нормальный здесь вот видно маленько с этой стороны тоже запылено сзади сильнее ну больших отслоений наслоений нету поэтому оно все смоется без даже механической помощи кто-то говорит что это не помогает но по крайней мере хозяин этой машины говорит уверенно не знаю кому говорит как а мне это говорит помогает очень здорово и ощущается это говорит по динамичности автомобиля за 90 с лишним тысяч километров он ее чистил два или три раза сказал что он чистил ее поэтому я говорит чистил чешу и буду чистить а 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 ну что все наша заслонка чистая протираем ее и идем устанавливать совсем ужасной грязи нет но смотрите сколько налета вот такая стала наша заслонка что берем устанавливаем ее прокладка здесь силиконовая протираем и устанавливаем нажавляем болты и нажавляем гаечки вот так вот 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 Так, ну все, мы наживили, теперь берем, подтягиваем. Опять же, не перетягиваем. Чтоб не порвать резьбу. Вот, все, мы подтянули. Берем разъем наш, одеваем его на место до защелки. Все, вот он защелкнется. Теперь одеваем нижний патрубок и одеваем верхний патрубок. Антифриза маленько мы потеряли, но совсем чуть-чуть. Не забываем на место ставим хомуты. Один и второй. Хомуты я, когда устанавливаю, я их потом немножко вот так вот, как бы, разжимаю. Один и второй. Устанавливаем на место нашу горшку воздухозапорника или шланг воздуховода. Кому как это лучше говорить. И одеваем вентиляцию картерных газов. Одеваем на место хомут. Также зажимаем этот хомут и расщелкиваем его вот так вот вверх. Все, вот он у меня зафиксировался. Этот хомут мы затягиваем. Ставим на место минусовую клемму. И устанавливаем крышку двигателя. Ну что, пробуем обучать заслонку. Включили зажигание. Ждем 5 секунд. Выключаем зажигание. Включили зажигание. Выключаем зажигание через 5 секунд. Третий раз. Включаем зажигание. Выключаем зажигание. Теперь нажимаем педаль газа до конца. Включаем зажигание. Выключаем зажигание. Включаем зажигание. Заключаем зажигание. Отпускаем педаль. Включаем зажигание. И пробуем заводить. Сейчас режим прогрева стоит. Двигатель холодный. Пробег видно 92 634 км. Сейчас прогреваем двигатель. И смотрим, как у нас будут обороты. В принципе, даже двигатель еще не прогрелся. Обороты уже понизились. На педаль чувствительная. Сейчас будем смотреть. Как себя будет вести машина на ходу. Он, говорит, замечает, когда заслонка становится грязной. Что машина начинает тупить. Хотя вот у меня по Chevrolet такого никогда не было. Неважно, грязная, чистая. Разницы никакой. А вот человек ощущает это на своем автомобиле. Ладно. Промыли. Промыли. Установили. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И. erfolgreich Night субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова